Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаю очень важную тему для начинающих садоводов. Как готовить землю к посевам. Вчера я первую часть показала. Земля у меня лично была вот такая. Я ее занесла осенью, не просеивала, ничего не делала. Я ее занесла с улицы, разморозила вот в таком она виде. Я вам говорила, что нужно ее просеять. Сейчас покажу. Вот через мои руки она прошла, стала вот такая. Стала красивая, вкусная на вид однородная земля. Разница видна сразу. Видите, что вот и вот. Начиная заниматься, хочу немного отступить от темы. Начиная заниматься выращиванием рассады, каждый огородник должен знать, что придется нелегко. Это непростое дело. Ведь молодые сеянцы, но опытные знают огородники, отличаются от наших взрослых растений на улице. Хоть и в огороде, хоть в теплице, но они уже взрослые. Они уже такие как сильные и невосприимчивые к заболеваниям, менее восприимчивые. А наша рассада потребует от вас к себе особого отношения, ежедневного ухода и даже вот такого какого-то трепетной заботы о ней. У нее должны быть свои привилегии. И земля лучше, чем в огороде, и свет ярче, чем сейчас у нас на улице, и вода для полива вкуснее. Все самое хорошее, самое вкусненькое вы должны своей рассаде приготовить. Если вы отнесетесь к ее требованиям пренебрежительно, то ваша рассада обязательно закапризничает и может даже погибнуть. Вот поэтому, начиная цикл своих рассказов о подготовке грунта к посевам, я начала описывать все очень подробно с самого начала. Где хранила землю, когда занесла, за сколько дней, как просеяла, смочила. Вот сейчас показываю, что была такая, стала такая. Это вот самый первый шаг. Кому-то мои рассказы, особенно опытным садоводам, покажутся длинными, может быть даже нудными. Но я хочу донести до каждого начинающего садовода-огородника, что в подготовке грунта к посевам нет мелочей. Каждый шаг играет важную роль. Поэтому тема подготовки грунта к посевам у меня будет состоять из двух частей. Обычно я раз, один видеоролик и все всем понятно. А здесь все очень-очень подробно. Вчера я снимала первую часть видео, в которой показывала самый первый шаг. Вот какая земля была до этого, из чего состоит предпосевная подготовка. Сейчас напомню, что землю необходимо за 10-15 дней занести, разморозить, просеять, очистив от камешков, корешков и всего лишнего. Видите, у меня тоже тут и встречаются и какие-то и палочки, и корешки, потому что у меня земля состоит из земли, привезенной дерновой с полей и грунта пополам. Половина этого, половина этого. Так вот, ее нужно очистить всю. После этого грунт, видите, становится мягким, рыхлым. Вот говорят, что как пух. Вот он и получается вот здесь как пух такой. Ну вообще, сам бы ложился и спал. Я обычно все это делаю осенью, но в этом году я с семенами связалась и очень сильно много семян было. Некогда было. Это вполне можно сделать сейчас, зимой или непосредственно перед посевами. У кого посевы в марте, те могут делать это в марте. Вот после того, как грунт готов, переходим к самому важному. Его необходимо обеззаразить, то есть убить в нем болезнетворные бактерии. Но если они там есть, даже если их там нет, все равно мы будем их протравливать. Пропаривание, прокаливание, о которых я вчера говорила в первой части, я проводить не буду. Мой грунт и так уже прошел промораживание, я вам сказала, что он на улице был. Мне достаточно его пролить, протравить один раз. Протравливание или дезинфекция – это самая важная процедура во всей предпосевной подготовке земли. Это самое важное, самое главное, что вы должны сделать. Пусть вы даже не очень хорошо просеете, но главное – протравить. Я в этом году буду экспериментировать и в виде эксперимента я решила использовать все средства, о которых я вам сказала. Чтобы посмотреть, сравнить и показать вам результат, буду испытывать 4 препарата – фитоспорин, марганцовку, медный купорос и привикур. Вот все, чем я пользовалась в какие-то годы, один год тем, другой год тем. Нынче у меня будет смешанное протравливание, каждый лоток будет протравлен своим препаратом. И подпишу. Первый лоток я полностью пролью привикуром. Это я уже говорила о нем. Это инновационный препарат, рассказывала вчера. Он не только протравливатель, но и стимулятор роста. Он потом семенам, которые там растут, он оставшись в грунте, еще помогает вырасти. Просто в применении его можно использовать для предпосевной обработки, и для грунта, и для семян, для всего. Я уже сняла видеоролик, как разводить, как приготовить рабочий раствор. В двух словах бегло расскажу. Я развела полтора миллилитра в литре воды. Очень удобно отмерять шприцем. Сначала я растворила в маленьком стаканчике, потом довела до одного литра и полью. Все, я проливаю этим рабочим раствором и оставляю до дня посева. Этот лоток, который я пролила привикуром, готов. Второй лоток я пролила марганцовкой. Также есть видеоролик, как приготовить рабочий раствор марганцовкой. Я всю пачку разделила на 5 частей. Взяла 2 грамма, развела в воде. Это рабочий раствор. И полила. Марганцовку нужно поливать горячим, свежеприготовленным. Рабочим раствором. Только горячим, крутым, который на свет не просвечивает. Все. Вот это у нас очередной шаг. Но я вам это рассказала как схематически, потому что я отдельно уже показала, как готовить привикур, как готовить марганцовку. Вот 2 лотка я уже пролила. Мне осталось показать вам, как фитоспорином и медным купоросом я буду готовить раствор и как поливать. Ну поливать, надеюсь, вы сами можете, умеете. Вот у меня лоток. Приготовлю раствор. И те видеоролики, которые, как приготовить раствор, я вам заготовила. Просто польете и все, если кто-то не знает. Потом землю, хочу уточнить, землю, которую мы приготовим, которую будем сверху посыпать, ее нужно тоже отдельно протравить. Вот я сверху никогда не... А еще хочу сказать, нижний слой, который мы будем сейчас протравливать, его можно и утрамбовывать, и все можно с ним делать. Потом будем здесь полоски делать. Но верхний слой, которым прикрывать, я никогда не притрамбовываю. Я вот так вот прикрываю, как сказать, насеиваю просто маленький слой. Видите? И он получается очень рыхлым, очень таким воздухопроницаемым, обогащенным кислородом. И семечки маленькие, даже самые крошечные, им, конечно, легче пробиться сквозь вот такой пушистый слой. Он уже у меня обеззараженный, протравленный, увлажненный. Прикрою, ничего не притрамбовывать, ни в коем случае не поливать не буду. Сверху целлофаном накрываю и ставлю все. И вот у них там комфортные, влажные, теплые условия, парниковый эффект. Буквально через неделю и перцы, и томаты все выскочат наружу. Но это мы посмотрим потом. Тема этого вот маленького сюжета была. Как мы готовим грунт, именно его предпосевная обработка. Все, теперь подытожу обе две части. Размораживаем, заносим за 10-15 дней. Просеиваем, чуть увлажняем, протравливаем. Перед протравливанием сильно не поливайте, чтобы грунт был суховатый. Иначе рабочий раствор, которым протравливаете, ему некуда будет впитаться. Смачиваем хорошо, чтобы грунт был весь смочен от начала до конца. Если сразу, например, наливаете верхний слой, вода стоит, подождите минут 10-15. Вода все равно туда уйдет. Когда вы уже увидите, что вода начала из дырочек для стока жидкости появляться, протекать, все. Значит, раствором вы наполнили полностью свой лоток. Значит, весь грунт у вас будет протравлен. И оставляем его на неделю. Раньше, чем через неделю, мы ничего не сеем. Особенно, когда фитоспорином. Там пока эти грибки поработают, они же живые организмы. Они вот как вы полили, за полчаса ничего не произойдет, как у марганцовки. Марганцовка может сразу все убить. А фитоспорин они будут помаленьку, помаленьку, помаленьку вылавливать вредоносный гриб. И уничтожать, и уничтожать. Все, недели им хватает. Когда они все там победят, тогда мы будем приступать к посевам. Все. Вот это вот заключительная моя вторая часть. И желательно, чтобы вы прослушали все-все-все вот эти вот как методы. И уже сами для себя выбрали, чем вы будете обеззараживать этот грунт. Короче, вы прослушав всю теорию, только тогда приступайте к действиям на практике. Если вы все будете внимательно слушать, все делать по инструкции, все это, проводить хорошо обеззараживание, то это уже половина успеха. Здоровая рассада это залог хорошего урожая. Я буду вам в этом помогать, ну по мере сил, сколько времени хватит. И мы все вместе будем бороться за урожай. Вот с того дня, когда я поставила вот этот лоток с землей на свой стол рабочий, борьба за урожай начинается. Еще зима, у нас метель, все это холодно. Еще январь, но борьба за урожай у меня уже началась. Все, вступайте в борьбу вместе со мной. До свидания. С вами была Ольга Чайкова.